Пока люди кушали шашлыки, трогали траву и видели солнце не на картинках, избранные мутили мутки во вселенной EVE Online. И так как лето уже заканчивается, надо разобраться какие мутки они там намутили. С вами Архон Сибирский с особым выпуском новостей по вселенной EVE Online. Пристегивайте ремни, мы начинаем. Начнем мы на этот раз с разработчиков. В начале лета был релизнут патч Эквинокс, который ввел в игру несколько новых структур и кораблей. Также внес изменения в работу Клайма. Хоть эти изменения и не повлияли на EVE в полной мере, ведь изменения касающие Клайма вступят в силу только осенью, но баланс сил уже пошатнулся. Главным и ключевым изменением оказались сейчас ввод в игру двух структур. Митинокс и Скайхук. Скайхук позволяет в автоматическом режиме добывать ресурсы с планеты, а митиноксы позволяют в автоматическом режиме добивать ресурсы с луны. А где есть слово автоматическое, там есть слово отдай сюда мою луну твари. Но вы поняли. Как только люди распробовали механику Скайхуков и митиноксов, началась ожесточенная война за переделку космоса. Этот передел коснулся не только нулей, но и лоусеков. Так в чем же суть? А дело в митиноксах. Митиноксы добывают ресурсы. И добывают о них весьма хорошо и удобно. Лоусечные, никому не нужные луны внезапно стали востребованы, а тонны нульсечных систем, которые тоже было некому копать, превратились в поля митиноксов. Нули до сих пор пустынные отчасти, но теперь там стоят митиноксы. Митиноксы потребляют не очень большое количество топлива, но топлива нужно двух видов. Фуэл-блоки, так как на обычной цитке, и магматический газ. Это уже новый ресурс, который добывается в нулях с помощью Скайхуков. Ну вы поняли, да? Теперь нули не только пустые, теперь они заставлены митиноксами и Скайхуками, которые эти митиноксы заправляют. Даже если у вас нет хороших лун, вы можете теперь добывать топливо для этих митиноксов. Таким образом, почти каждая система потенциально приносит пассивный доход владельцу. Ну и на этом фоне разгорелись самые ожесточенные войны, даже за клочок территорий. Лоусеки и НПЦ Спейс борются за право воткнуть свой бур в системе. Нули борются за то, чтобы забрать больше планет с магматическим газом. И также для установки митиноксов. Одним из таких боев произошел в Лоусеке, где в сражении за митинокс, который стоил не более чем полтора миллиарда исок, погибает кораблей и капиталов на сумму более триллиона исок. О да, маленькому митиноксу надо будет долго отрабатывать право на свою установку. В общем и целом, маленьких локальных боев стало крайне много. Иногда эти бои перерастают в огромные свалки. Так что лето задалось жарким. Что еще происходило этим летом, так это сражение лоусечных коллективов. Аккурат после патча разгорелось противостояние Шадоу Картеля и Снафи Таут. Причины конфликта можно назвать личную неприязнь и контроль лоусечных систем. Отследить процесс захвата сложно, так как лоусеки не клавятся. Но у Шадоу Картеля цитадель изрядно поубавилась. С обоих сторон конфликта подтягивались и другие участники, и в той или иной мере влияющие на данное противостояние. На текущий момент, хоть и большое количество станций Шадоу Картеля было уничтожено, противостояние еще продолжается. Не так-то просто выселить людей из НПЦ станции. Переносимся к нулям. И раз уж заговорили про противостояние, продолжается противостояние коалиции Рэдмэнос и Рэкин Крю. Рэдмэнос коалиция, для тех, кто не в курсе, это там, где Рэды и Зерки. Они живут сейчас в Провиденции. И уже не первый и не второй месяц они находятся в активном противостоянии с Рэкин Крю. А это жители Месабы и Дерилика. Что было понятно, это Пурпл, Хилмет Вариоры и их товарищи. Много огромных боев произошло за это время. С участием и без участия Капиталов. Более тысячи привлеченных пилотов и огромные исковые затраты с обоих сторон. Но на данный момент Рэдмэнос коалиция одерживает верх. Рэды даже умудрились в домашке Рэкин Крю Месабе поставить Фортизар. Кстати, сделали его фрипорт на зло своим оппонентам. Затерпит или нет Рэкин Крю, узнаем позже. Переходим к Поверблокам. Летом было затишье. Пару больших и немного боев поменьше. Но не так давно Империум и Ниты перешли в наступление. Кетч, Импас и даже Курса становятся полем для сражений. Несколько небольших альянсов, не так давно присягнувшие на вергность Панфаму, стали подвергаться атакам. Таким альянсом был Навал Дефенс Альянс. После того, как он объявил себя другом Панфаму, его отправили на передовую в систему, не так давно захваченной у Гунсфарма. В Тенрифисе. Не успел Навал Дефенс распаковать чемоданы, как происходит контратака Империума. Ну и теперь Навал Дефенс опять едет куда-то в Дидерит. Также разваливается весьма крупный альянс Tactical Farmers. Большая часть альянса открещивается от старой договоренности с Панфамом и создает новый альянс Great Violence Conservation Society. Сейчас проживает в Great Violence внезапно. На текущий момент Гуны полностью восстановили свое влияние на ранее утраченные регионы. Импас, Кейч и даже часть Тенрифиса снова под контролем. Также удалось отбросить Хурду из региона Кейч, уничтожив важнейший кипстар, использовавшийся для атаки на данный регион. Сражение за данный кипстар Гуны провернули весьма интересным образом. Само сражение длилось более 4 часов. Гуны специально затягивали сражение таким образом, чтобы добрасывать все новые и новые силы на поле сражений. Все дело в том, что таймер у данного кипстара был выставлен на китайскую таймзону и Империум не обладает достаточной силы, чтобы бороться с фротернити и их союзниками не в свою таймзону. Затянув сражение за кип, с помощью фейтеров, карьеров и мазершипов, также похоронив пару своих флотов, Гунсформу удается дождаться подкрепления. В свою очередь, китайские пилоты фротернити должны были уже завершать свою сессию в игре и случилась смена сил. Империум остановился все больше с каждой минуты, а китайских пилотов все меньше. Таким образом, сквозь большие потери Гуны переламывают ход боя. А теперь переносимся к Вормхоллам. За это лето произошло много событий. Самым, наверное, громким случилось выселение альянса XZest из Вормхола. В боях поучаствовало огромное количество коллективов и пилотов. Организатором выселения стал Локли и его альянс Чифосов. Бои за Вормхоллы оказались не такие громкие, как последствия на форумах и чатах дискордов. Комьюнити Евы поделилась в основном на два лагеря, которые переживали за XZest'ов и те, кто желал им всего плохого. Подробнее о выселении и как оно происходило, лучше узнать на канале Локли, непосредственного организатора и участника событий. Ссылка будет в описании. Их XZest'ы после выселения недолго горевали и уже, кстати, заселились в новую Вормхолл. Также не так давно лидершип альянса Парабеллум и, в частности, Эль Джанах, ЦЕО этого альянса, объявляет о своем уходе. Подробностей немного, но перед уходом Эль Джанах пишет большое прощальное письмо, с которым вы можете знакомиться на экране или по ссылке под роликом. Альянс Парабеллумов прославился большой активностью в Вормхоллах и за их пределами. Был организатором и главным участником войны против хайсичных пиратов, главным боем из которых была резня Финанари, где Парабеллумы под своими знаменами собрали огромное количество русскоговорящих альянсов против пиратов из хайсека. Также все надо отметить, что Вормхольное сообщество Парабеллумов знало как выселяторов, которые занимались, собственно, выселением. Поэтому много людей, которые будут рады узнать, что альянс остался без лидершипа, и это приведет к его закрытию. Если не учитывать мини-новости по поводу новых скинов, клайма, балансных правок, почвени и кто кому в кашу накадил, в целом новостей-то и нет. В большей части самые громкие события произошли еще в начале лета, и сейчас уже многие ждут ивента Кримсон Харвестера, другая часть ждет ребаланса клайма. Оба события случаются, кстати, осенью, до которой не так уж и много осталось. С вами был Архон Сибирский с очень кратким содержанием того, что было этим летом. Магистр Скайуокер, их слишком много тут. Что нам теперь делать? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...